Сейчас у нас эпоха называется Кали-Юга. Самая тяжелая, самая плохая эпоха. И вот послушайте, что говорит Лакшми Нарайанадас в своей лекции Леонид Тугутов «Пищевая традиция в ведической культуре» на Ютубе. Вот послушайте. Когда что-то хотели, прям самое большое проклятие сделать человеку, его проклинали, чтобы ты родился в Вет-Кали. Чтобы ты родился? И это было очень ужасным проклятием. Мы этого не чувствуем. Так вот, родить век Кали – это самое страшное проклятие. Было это в прошлой эпохе. И многие мудрецы, выслушивающие Матбхагаватам, под влиянием вот этих чистых историй решили уйти с этой планеты. Они решили покинуть, поскольку на эту планету должно было прийти Кали. Вот этот век деградации. Кали. И тогда, говорится, перед ними появился Шукадеву Госвами, один из великих мудрецов. И он попросил, чтобы какая-то часть мудрецов осталась здесь на земле, поскольку люди, лишенные контакта с мудрецами, с великими личностями, не смогут прогрессировать в духовной жизни. Но в Вет-Кали какие-то люди, он говорит, некоторые люди будут склонны к принятию духовной науки. Более того, что через пять тысяч лет начала Кали-Юги золотой век начнется, и тогда их помощь будет особо нужна. Поэтому он попросил этих мудрецов не уходить. И они сказали, а где нам находиться? И он сказал, вы должны перейти в средние Гималайи, уйти в средние Гималайи. Мы знаем с вами низшие Гималайи, еще средние Гималайи. Мы с вами видим восьмитысячники, то, что мы восприняли. Мы видим низшие Гималайи, а есть еще средние и есть высшие, которые наш глаз не видит. Маймас называется низшие Гималайи. Существует средние Гималайи и существуют высшие Гималайи. Средние Гималайи, я вот рассказывал, это шестнадцатитысячники, которых мы с вами даже не воспринимаем и не видим. Это средние Гималайи, они немножко в другом измерении находятся. И есть высшие Гималайи. Средние Гималайи связаны воздушными веревками с горой Мэру. Есть веревки из воздуха. Мы знаем только веревки из пластика, но есть веревки из воздуха. Можно так, это как беспроволочный микрофон. Мы не видим, что он связан, но он связан. Да? Просто мы это не видим. Точно так же есть воздушные веревки. И говорит, что средний Гималайя связаны с горой Мэру воздушными веревками. И эти воздушные веревки, через них невозможно никаким механизмом пройти. И в частности описывается карта, описываются места, через которые нельзя плыть пароходом и летать самолетом, и даже людям появляться. Иначе они будут попадать в эти веревки, в воздушные веревки. И в частности, вот эти вот все россказни по поводу бермудов и всякой ерунды, там так же связаны с воздушными веревками. Там есть воздушные веревки, которые связывают средний Гималайя с горой Мэру. Итак, Шукадево Госвами предложил им перейти на второй уровень пространства. То есть остаться здесь на земле, только перейти в средний Гималайя. И поселиться в таком месте, Текина Ачилам. Текина Ачилам это часть долины Шамбала. Текина Ачилам. Это место, которое сейчас, если мы говорим на грубом уровне, это в районе Ирана. То есть там вы не видите Гималайя, но там есть Гималайя, который в другом немножко измерений. Это в районе Ирана. Текина Ачилам называется. И тогда эти мудрецы перешли, они согласились и перешли на этот уровень. И они сейчас там находятся, Текина Ачилам. И они наблюдают за ходом развития событий, за духовной жизнью людей и так далее. Иногда дают какие-то советы и так далее. Многим, некоторым. Людям, которые стремятся очистить свое сердце. И достигают какого-то успеха в этом. Они могут с ними общаться. И так. Я пришел по велению Махакалы Великого Времени. Я не пришел по своему желанию. Время пришло. Теперь мое время. Эти люди, которые родятся сейчас в Веккале, они заслужили мое общение. И тогда они сказали, мы не дадим тебе распространиться. Он сказал, давайте. В этом ваша миссия, а моя миссия распространить лжеучения и лжерелигии. Распространить безбожные виды религии и атеизм. Это моя задача. Он прямо там говорил, боюсь, что поран этот диалог. Я распространю лжеучения, лжерелигии, безбожные виды религии и атеизм. Это функция Кали. Распространить это. И я приведу общество к самым крайним, низшим формам деградации. Поскольку это общество заслужило этого. И я пришел по указанию Махакалы Великого Времени. И тогда мудрецы говорят, хорошо, ты будешь исполнять свою миссию. Мы будем исполнять свою миссию. Мы будем спасать. То есть пришло время, чтобы в эту эпоху пришел Кали и распространил безбожие, атеизм, лжерелигии, лжеучения. Вот мы в такой век живем. Но сейчас наступил золотой век. И в этот век как раз вот и происходят проблески. Ведическое знание начинает медленно распространяться в каждый дом. Ну, скоро настанет время, когда в каждом доме будет ведическая культура торжествовать. Эта золотая эпоха будет длиться 10 тысяч лет. А потом снова наступит деградация, темный век. А потом Кали-Юга, когда закончится, наступит уже другая эпоха. После каждой эпохи наступает пролая. Пролая – это зачистка, потоп, какие-то катаклизмы. Стирается человечество с лица земли. Вот так вот мы и думаем, что мы первые на земле. Или Адам и Ева первые на земле. Нет. Далеко все не так.